Много мелочей, которые понемногу забирают энергию. Живое общение дается мне крайне тяжело, и оно меня лишает энергии. Если я утром сделала силовую, то весь... Ну вот просто у меня нет дня. Мама, Наташенька, как дела? Какое спасибо? Для того, чтобы наполнить себя, нужно отключиться от посторонних. Я взрывалась. Для меня самое тяжелое время было до 10 числа каждого месяца. И я помню этот следующий день, когда дала себе слово больше никогда, никогда этого не делать. Всем привет! Вы на канале Будь Гоцы. Сегодня достаточно интересная тема. Что лишает нас энергии и чем можно пополнить жизненный ресурс? Она как никогда актуальна для меня, потому что последний месяц у меня был крайне напряжен. Наверное, я попыталась охватить необъятное. Я взяла очень много проектов, в том числе скинки Критик. Наконец-то открылось мое физическое место, но его обзор, рум-тур мы сделаем в какой-нибудь из следующих серий. Пока я просто расскажу, как я к этому шла и чего в итоге лишилась. А лишилась я энергии. Мы часто слышим этот термин опустошение, нет энергии, пополнение энергии. То есть это все очень сейчас такое популярное. Но я бы хотела рассказать о своих способах. Во-первых, безусловно, перед этой серией я провела анализ, что именно лишает меня энергии больше всего. И провела анализ того, что меня наполняет. И, кстати, я буду очень благодарна вам в комментариях, если вы напишите ваши способы пополнения энергии. Возможно, они будут очень актуальны для меня. Итак, начнем с негатива. Сначала потеряем энергию, а потом ее все вместе восстановим. Первое, что лишает меня энергии, когда мне Дэн делает замечание за осанку. Я ненавижу, когда мне говорят, что я сутулая. Да, я сутулая, у меня нет талии и все остальное. Очень часто я получаю сообщения о том, что, Наталья, сделайте бранч, сделайте встречу с фанатами. Также я получаю очень много предложений от разных компаний, которые зовут меня спикером, чтобы я выступила перед аудиторией, маленькой, большой, средней, неважно. И хочу рассказать историю, что у меня был такой опыт дважды. Один из них был совершенно недавно. Но самое ужасное было в ночь после этого мероприятия, когда у меня поднялась температура, у меня был жар. И было совершенно полное ощущение физического истощения. Несмотря на то, что я просто сидела на стуле перед аудиторией, сто человек буквально, и вела с ними живое общение. Мне это далось крайне тяжело. И я помню этот следующий день, когда дала себе слово, больше никогда, никогда этого не делать. Безусловно, именно поэтому на каких-то суперэмоциональных подъемах я говорю, да, да, мы сделаем, сделаем бранч, сделаем встречу. Я обязательно буду спикером, а потом я вспоминаю вот это вот физическое ощущение в теле и всегда отодвигаю это на попозже. Ну и вторая история у меня была совершенно недавно. Я проводила открытую тренировку для своих друзей Интертоп. Это было классное мероприятие, наполненное классными людьми. Большинство, в смысле все, кто был там, да, около 80 человек. Все эти девушки были подписаны на меня. Многие из них тренируются на моем телеграм-канале. И вот в день тренировки я была заряжена энергией. И вы знаете, вот если сравнить час до тренировки моего живого общения с людьми и всю физическую тренировку, когда я на подиуме выкладывалась, пахала и при этом еще ввела тренировку, поправляла технику, то этот час до тренировки опустошил меня намного больше. Когда закончилась тренировка, я поняла, что я устала больше ментально, чем физически. Физически тело было переполнено, но моя голова, она стала пустой. И я сделала вывод, что да, живое общение дается мне крайне тяжело, и оно меня лишает энергии. Поэтому вот такой формат, как YouTube, формат нашего общения в Инстаграме, формат общения в Телеграм-канале, он меня действительно наполняет. Меня наполняет ощущение давать людям себя, но без обратного контакта. Но есть публичные личности и вообще люди, которых наоборот наполняет личностный контакт, которые выходят на большую аудиторию, забирают всю их энергию, наполняют себя и после этого просто летают, даже не ходят по земле. Мне очень интересно, к каким типам личности относитесь вы. Живое общение вас больше опустошает или наполняет? Напишите в комментариях. В ежедневной жизни также есть много мелочей, которые понемногу забирают энергию. И сейчас я составлю свой топ. А вы, конечно, в комментариях можете дополнить своими. Итак, номер один. Люди, которые пишут по одному слову в каждом сообщении. Я это ненавижу. Все, кто мне так пишет, они сразу себя узнают. И я уверена, что после выхода этой серии они начнут составлять конструктивные сообщения. Меня больше всего это раздражает еще, когда я записываю телеграм-тренировку или еду за рулем, и на блютуз прерывается музыка, потому что кто-то отправляет по одному слову. Толкает, толкает, толкает. У меня всегда на этот есть определенная зона ответственности, что, наверное, что-то произошло. А там все это собирается в одну кучу и буквально в одно предложение. Ну а про музыку, кто прерывает мою музыку, эти люди просто автоматически. Кто прерывает мой бумбокс? И есть еще один обожаемый мною формат. Это голосовые сообщения. Я отношусь к тем людям, которые на слух ничего не запоминают. Вот поверьте, если вы голосовым или кто угодно из моего окружения голосовым назначат мне встречу, я никогда не запомню ни места, ни время. Если я это не прочла, этого не было. Все, точка. Но есть категория людей, к сожалению, которым я просто перестаю отвечать. Кто записывает голосовые длиннее, чем 2 минуты? Мне кажется, я ставлю просто беззвучный на этих людей навсегда. Простите меня, пожалуйста. Вот почему вы не можете до меня дозвониться. Вот я еду, слушаю свою любимую музыку, открываю голосовое. Оно 3 минуты. И там... А, Нат, привет. Ой, подожди, сейчас. Да, сыночек? Да, окей, хорошо. Слушай, я вот хотела тебя спросить. А что ты думаешь? Все. Беззвучно навсегда. Слушайте, а можно сюда вот сбросить... Вот скрин, мы сейчас уберем имя. У меня есть человек, который отправляет мне сообщение по 5 минут 40 секунд. Я не шучу. Вы, ну, вы же понимаете, я никогда ни одно сообщение не прослушала. Вот. В крайнем случае я бросаю их своему брату и говорю, Бро, если там что-то важное, просто дай мне знать, скажи тезисно. Будет хорошо, что у меня есть брат. Мамочка, спасибо тебе. У меня нет терпения на голосовые сообщения. Это факт. Я, правда, читаю комментарии первый, второй день после выхода серии. И после этого не возвращаюсь к ним из-за того, что очень много всего вокруг происходит. Но эти комментарии я буду читать долго. Мне интересно, есть ли в вашем окружении люди, которые пишут вам сообщения голосовые длиной в 5 минут. Ну, кстати, ты понимаешь, люди не осознают, что, например, они могут так терять клиентов. А еще кто говорит громко, тоже может. О, я. Вот вы чувствуете, вы не в ресурсе. Как понять, что вы не в ресурсе? Вас обламывают какие-то действия. Ну, нет желания тренироваться, нет желания отвечать кому-то, нет желания быть активным, нет желания общаться. Или, допустим, тревожно спите. Это тоже звоночек о том, что вы не в ресурсе. Самый легкий способ – это все-таки поговорить с собой. Как бы это странно ни звучало, вам нужно действительно сесть и проанализировать. Вот ровно то, что я делала для подготовки к этой серии. Как я отследила еще один момент, который забирал у меня энергию. Казалось бы, безобидная вещь, телеграм-канал, новостной ресурс. Просто сижу, читаю в течение дня, несколько раз захожу, мне приходили уведомления о том, что в Украине что-то происходит, в мире что-то происходит. И потом я поняла, что каждый раз после его прочтения я начинаю раздражаться. То есть у меня внутренняя агрессия какая-то не глобальная, но все же есть какой-то триггер раздражения. Я архивировала этот канал, чтобы он мне не попадался на глаза. И вы не поверите, буквально через три дня я о нем забыла, перестала его читать. У меня появилась откуда-то дополнительная часть времени. Ну и плюс я наполняла свою жизнь ненужными новостями. Поэтому, если вдруг вы ощущаете то же самое или просто ради эксперимента, возьмите телеграм-каналы, на которые у вас приходят уведомления и архивируйте их. Вот минимум три дня побудьте без них и посмотрите. Первое, насколько больше у вас будет свободного времени, а второе, насколько меньше мусора станет в вашей голове. Ну и раз мы уже взяли в руки телефон и говорим о соцсетях, моя вам рекомендация. Не берите телефон сразу после пробуждения, почувствуйте эту магию утра и эту утренний заряд энергии. Посмотрите в окно, посмотрите, как желтеют листья, посмотрите, возможно, дождь уже идет. Наслаждайтесь собой, откладывайте телефон, берите книгу. Я часто получаю вопрос, Наталья, когда вы находите время еще читать? Блин, не поверите. Я вечером принудительно откладываю телефон, оставляю его на кухне, ухожу в спальню с книгой и просто читаю. И это реально кайф. И сейчас книги, которые я читаю в последнее время. Да, кстати, после съемок предыдущей серии про книги я прочла уже, наверное, даже большее количество, чем мы там с вами обсудили. Поэтому совсем скоро будет книги, что читает Гоцей, серия 2. Ну и из последних наблюдений, которые меня удивили, поразили, и это круто, что я это поняла. То есть я всегда, когда еще начала свои онлайн-тренировки во время карантина, понимала, что это дает мне какую-то дикую мощь и дает мне энергию. Но в последнее время я начала получать сообщение, Наталья, вы не делаете силовые, нет, вы не делаете силовые. Ну и я говорю тренеру, вы знаете, Татьяна, надо делать силовые, а то все спрашивают, почему я их не делаю. Я поставила силовые в еженедельный график тренировок. Удивительную вещь я начала наблюдать. Они действительно меня просто обезвоживают в самом прямом смысле слова. После каждой силовой тренировки вот этот ритм монотонный, который мне совершенно не подходит, я не могла поднять ни ногу, ни руку. Если я утром сделала силовую, то весь, ну вот просто у меня нет дня. И еще полгода назад, когда Мартина говорила, что тренировки ей не подходят, я говорила, да ты просто, блин, неправильно тренируешься. Так вот, действительно, спорт, нужно найти либо свою активность, которая вас наполняет, либо, вот поверьте, я теперь поняла, что есть люди за кадром, которым спорт просто не подходит. Это как сливать энергию в ведро. Я очень однобоко смотрела на людей, которые говорят, что спорт их не наполняет. Я поняла, что меня тоже он может не наполнять. Слава богу, что есть активности, которые дают мне энергию. Но в целом, то, что спорт может опустошать, это тоже факт. Но какая-то активность должна быть. Ты вот это вот мне слышишь, я тебя оправдала, я тебе думала, ты же не думаешь, что ты вообще с шампанским 24. Вы сейчас удивитесь, но я даже кайфанула от такого не очень хорошего понятия, как карантин. Сейчас будет очень много хейта в комментариях, да, наверное, негативных, но я вам объясню, почему. Я человек, который из-за своей публичности все-таки должен появляться на массовых мероприятиях, на ивентах, которые организовывают, не знаю, пиар-агентства, дизайнеры, еще там куча всех. Но я их не переношу, они меня просто обезвоживают. То есть все мероприятия массовые, где необходим личный контакт, где нужно оздороваться с большим количеством людьми, улыбаться, быть приветливой, иметь этот small talk. Иногда этот small talk занимает 30 минут с каждым. Они меня просто разрушают. Чаще всего люди при виде меня, они стараются прикоснуться ко мне. Для меня физический контакт это отдельная история. Но я когда вспоминаю, что нужно было приходить, улыбаться, мама, Наташенька, как дела, как, ой, спасибо, там, это для меня крайне сложно. Поэтому сейчас, каждый раз, когда я получаю приглашение куда-то, я всем пишу, что извините, из-за карантинных ограничений я не посещаю массовые мероприятия. Это так круто. Я никого не обидела. Я действительно не хочу никуда идти, потому что это опасно, можно заразиться. Ну и плюс это вообще просто клево, никуда не ходить. У меня освобождается много времени, вот, что тоже прекрасно. И куда я его трачу, как наполняюсь энергией, благодаря этому сохраненному от ивентов времени, я расскажу чуть позже. Поэтому вы обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и не переключайте. Есть такая вещь, от которой, к сожалению, никуда не деться. Мы можем просто научиться правильно реагировать. Это повседневные стрессы. Раньше мой самый большой повседневный стресс был, а нет, он не повседневный, но мы относим его к повседневным, хотя он был по всей ежемесячный, короче. Я не знаю почему, но каждый раз, когда я получала платежки, я взрывалась. Для меня самое тяжелое время было это до 10 числа каждого месяца. Мне приходило уведомление с двух школ, с квартиры, с дома, интернета, дополнительные все уроки и, короче, куча каких-то дополнительных трат. И вот до 10 числа мне, когда кто-то звонил, Мартина, например, мне звонила, я говорю, блин, Мартина, пожалуйста, вот до 10 меня не трогай. Я понимала, что это каждый месяц одно и то же. Я планирую бюджет с учетом всех заработных плат, всех школ, всех дополнительных трат, но каждый раз, когда я получала этот белый конверт, письмо счастья, они у меня бесили. И тут вот эти вот повседневные стрессы, да, я поняла, что они вытекают в другое название, куда уходит наша энергия, это неумение и нежелание нести ответственность. Нести ответственность – это как раз с благодарностью принимать свои платежки. К этим повседневным стрессам также относятся такие, как пробки, да, когда вы стоите в заторе длительном, или вообще какая-то любая нефункциональная трата времени, она вызывает раздражение. Что с этим делать, я не знаю. Возможно, знаете вы, напишите в комментариях, а я буду дальше беситься. И еще одна труба, куда уходит наша энергия, наша драгоценная энергия – это незаконченные дела. Вот иногда эти дела нарушали мне даже сон. Поэтому вы должны четко осознавать, что все, что вы запланировали сделать и не сделали, но это было в ваших мыслях, в ваших планах, туда уходит часть нашей энергии. И скажу вам больше, что эта энергия уходит даже туда, когда вы думаете о том, что «О, я должен был или должна была сделать это, это. Вот записаться на курсы английского. Я хотела записаться на курсы английского». И вот месяц вы все хотите записаться на курсы английского и никогда не записываетесь, знайте, что в эти курсы английского идет ваша энергия. То есть все, что вы подумали, запланировали или переоткладываете на попозже, вот туда уходит ваша энергия. Итак, чтобы облегчить себе жизнь, из заметок я перешла в Google календарь. Я настоятельно рекомендую это простейшее даже для Мартины приложение. Она говорит, мне нужно научиться пользоваться. Ничего сложного. Вы под каждое ваше дело, вы можете выбирать определенный цвет, планировать свой день, и если вдруг у вас что-то не получается, просто движением пальца вы переносите это дело настолько, насколько нужно его перенести, чтобы оно все равно оставалось у вас на виду. Ну и классно, что в этом приложении приходят уведомления на заблокированный экран и маленький звук неназойливый. Ну что же, а теперь поговорим о том, что может вас и меня наполнить. Я расскажу о своих способах, надеюсь, что вам что-то откликнется, вы возьмете на заметку, начнете принимать, и потом напишите в комментариях, насколько это вам зашло. Благодарность. Получать благодарность от знакомых, незнакомых людей. Получать благодарность в целом. Меня это действительно наполняет. Не поверите, каждое ваше сообщение, каждое сообщение под бесплатной тренировкой на телеграм-канале, в директе, под постами, они действительно меня очень мотивируют. Меня мотивируют ваши успехи. Понимаю, что не каждый может завтра стать публичной личностью, завести свой телеграм-канал и транслировать экспертное мнение, чтобы люди к нему прислушивались и сразу посыпались в благодарственные комментарии. Подумайте, возможно, вы можете делать что-то маленькое, незначительное. Возможно, даже без финансовой помощи. Я имею в виду, там, не раздавать деньги направо-налево, а делать что-то в своем ключе. Возможно, сделать комплимент кому-то. Да, стоять на кассе супермаркета и сделать комплимент уставшей девушке или парню, что классно выглядит, хороший день, у вас очаровательная улыбка. Просто захотелось вам сказать. Поверьте, вы услышите, благодарю, спасибо. Либо, ну, может быть, кто-то подумает, что вы маньяк, конечно, тоже не исключено. Но в целом подумайте, что такое вы можете давать людям, в чем они нуждаются. В начале серии я сказала, что массовые мероприятия забирают у меня ресурс. Но сейчас хочу внести поправку. Концерты, где большое количество людей находятся на одной волне, они действительно меня наполняют. Я тот человек, который часто ходит на концерты один или в компании какого-то супер близкого человека, чтобы я могла чувствовать себя комфортно, но в то же время я могла оставаться одна. И человек, который рядом, он поймет, что концерт – это то место, где я не состою в контакте ни с кем, я принадлежу себе и просто наполняюсь энергией от окружающих. А это я до этого говорила про ковид, типа я не хожу на массовые мероприятия из-за ковида. Ну, на концертах я очень давно не была. Последний концерт, который я посещала, он был на открытом воздухе. Сейчас, конечно, в осенне-зимний период, действительно, я лишена такой радости. Поэтому я заменю на тот ресурс, который определенно, просто определенно меня наполняет, потому что я тоже нахожусь наедине с собой – это домашняя рутина. Мне нравится оставаться дома одной. Я развожу детей в школу и стараюсь два часа побыть просто одна в доме, просто насладиться. Моя работа еще также мне дает возможность побыть наедине с собой. Это частые поездки по моделингу, где я в отеле, где я могу полдня, иногда вот действительно я улетаю так, чтобы перед работой побыть хотя бы день наедине с собой, прогуляться, поесть, нанести маски, беру с собой кучу косметики и просто кайфую. Даже иногда я смотрю сериалы. Только в этот момент все-таки не забывайте отключать инстаграм, не брать телефон в руки, потому что как только вы включаетесь в соцсети, вы отдаете себя. Каждую минуту 30 секунд вы уделяете тому человеку, чьи профили вы смотрите, вот прям нужно это отслеживать и понимать, что для того, чтобы наполнить себя, нужно отключиться от посторонних, в том числе от визуальных изображений других людей. И раз вы уже остались дома одни, без детей, мужа, инстаграма, я очень рекомендую также пересмотреть вещи, от которых вы можете избавиться, то есть почистить свое пространство. Действительно, со старыми вещами, которыми вы не пользуетесь, точно так же вы отпускаете всю ненужную энергию. Не обязательно их выбрасывать, им можно дать вторую жизнь, что-то можно продать в комиссионном магазине, что-то можно подарить близким, кто-то просто выбросить, в конце концов. Тоже великое счастье. У меня бывают приступы, мне прям, я чувствую облегчение просто, когда вот складываю все эти вещи, отдаю их людям, которым они могут понадобиться, и, конечно, перебрать косметику, которой вы не пользуетесь. Я из тех людей, которые любят большое количество баночек, что-то осталось на дне, что-то просто хорошо стоит, может пригодиться. Чем-то я уверена, что этот крем меня не впечатлил, он мне не подходит, но я его все равно продолжаю хранить из-за своего какого-то хронического желания к накопительству. Но тут приходит момент, полная энергетическая разрядка, и когда мне нужно подзарядиться, я просто избавляюсь с легкостью, с благодарностью. Вот именно главное, что это нужно делать в определенном состоянии, когда вы чувствуете, что это доставит вам удовольствие и действительно пойдет во благо. Результативность – это еще один из способов наполнить себя энергией. Конечно, если вы откроете свой салон или запустите успешный YouTube-канал, это прям наполнит вас энергией, но не нужно ставить такие высокие планки, потому что это реально обезвоживает. Все-таки ставьте какие-то понятные цели и достигайте их с легкостью. Смотрите по своим возможностям. Даже достижение самых небольших и скромных целей – это уже результат. Самое важное – их выполнять. Вы можете начать даже с 2000 шагов в день. Пусть это будет ваша цель – найти время в своем плотном графике, одеться, утеплиться, выйти, подышать воздухом. И это цель. Даже если у вас нет возможности делать это ежедневно, на следующий день поставьте себе другую цель – сделать что-то еще полезное и приятное для себя. Через эти маленькие-маленькие-маленькие цели вы будете достигать совершенно других высот. Главное, что вы попадете в этот поток, в это энергетическое пространство, когда у вас есть ресурс. И каждый раз, когда вы себе будете встать, ведь цель более глобально, она уже вас не будет пугать, потому что вы уже прошли определенный путь достижения целей. Ну и еще один из моих проверенных вообще на тысячу процентов методов – это, конечно же, повторяющиеся действия. Вы выбираете три действия, которые вас наполняют. Не знаю, потанцевать перед зеркалом, поплавать в бассейне, почитать книгу и выполняете их ежедневно. Только смотрите, вы должны прям вот выполнять то, что вас наполняет. Не придумывайте сейчас, не старайтесь быть похожим на кого-то. Вот то, что вам доставляет удовольствие, вы делаете это с кайфом. Ну, опять-таки, без инстаграма и без алкоголя. Я понимаю, что многим доставляет удовольствие выпить шампанского, но, девочки, если мы это будем делать каждый день с целью наполнить себя энергией, это очень хреново закончится, поэтому это не подходит. Очень интересная вещь у меня в пункте пополнения энергии стояла научиться принять ответственность. Это действительно, когда вы принимаете ответственность, вы становитесь ресурсной, вы становитесь взрослой. И тут я сказала, ребята, может, мы пропустим этот пункт? На что ребята заметили, Наталья, ты хочешь пропустить, принимать ответственность. Ты становишься безответственной, поэтому я об этом скажу. Действительно, с благодарностью принимать платежки и все, что приходит до 10-го числа каждого месяца, это сложно. Но мы же все взрослые люди, это жизнь. Здесь, конечно, поможет очень планирование бюджета. Серия про планирование бюджета. Мастер! Да, кстати, мы должны снять эту серию. Но принять ответственность, это значит смотреть на жизнь с позиции взрослого. Например, каждую неделю выпускать для вас свежую серию бюджет-гоцей. Вот она, ответственность. Рядышком возле принятия ответственности, конечно же, стоит фокусироваться на настоящем. Не позволяйте будущему и страхам полностью уничтожить ваше настоящее. Это очень важно, чтобы вы успевали запоминать, замечать моменты, которые происходят с вами сейчас. Чтобы вы поднимали этот бокал со мной вместе. Я выпью воды. Смотрели в удеводце, получали удовольствие. Понимали, что вы будете делать завтра, но в то же время, даже если у вас есть неразрешимая в какой-то момент проблема, вам кажется, что все, жизнь остановилась, не знаю, там, семья рушится, или там провал в поступлении, или лишние килограммы. Это все вообще не проблема. Все живы, все здоровы, все могут получить сегодня удовольствие от теплой ванны, наполненной водой, книги, классной песни. Величина проблемы на самом деле зависит от степени масштабирования и нашей реакции на нее. Как только мы обесценим или сможем посмотреть на нее более, ну, не знаю, упростить, что ли, поверьте, она вам не покажется такой глобальной. Боже, вот это я закрутила, замутила. Надеюсь, меня все поняли, поэтому пишите в комментариях, если вам понятна моя мысль. Если нет, то будем развивать ее дальше. Надеюсь, эта серия была вам полезна. Пишите в комментариях все по старинке. Мы с вами увидимся ровно через неделю. Я вас целую. Пока. Боже, я пока рассказала эту серию, сама зарядилась энергией, так что просто давайте еще что-то снимать. Еще? О, да.